Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас для вас по традиции новая интересная игра. Что нам понадобится в этот раз для нашей игры? Нам понадобится лист картона, который мы вырежем вот таким определенным образом и сделаем из него две вот такие вот карточки. Что нам еще понадобится? Либо ватные диски, потому что они примерно такого же диаметра, как вот этот кружок, который у нас здесь есть. Либо мы просто вырезаем вот такого диаметра примерный кружок из бумаги и приклеиваем на картонку вот, получается, слева от меня. То есть делаем вот такую заготовочку. К чему эта заготовка? Что же это будет дальше? Сейчас я возьму в руки черный маркер, который нам тоже понадобится, и шнурок нам понадобится еще. Вот такой вот шнурок, это самое идеальное для этой игры, потому что я пробовала еще проволоку синельную, вот эту, которая называется еще махровая, волосатая проволока, которую используют для различных там мишура, вот такая блестящая на проволочке мишура. Вот, но она очень хорошо держит форму, но не ложится абсолютно вот так же, как шнурок на картон. Поэтому из всех материалов, которые я перепробовала, шнурок, скорее самый идеальный. Поэтому я буду говорить, что нам понадобится шнурок, но в процессе игры, когда я буду объяснять, что мы делаем и для чего мы это делаем, вы можете посмотреть и, допустим, выбрать что-то, что есть у вас дома, что может также заменить шнурок. Так, это у нас голова гусеницы, поэтому нам нужно ее как-то наглядно изобразить, да. Для этого мы, например, сделаем вот такие ружки, усики, как бы это назвать, конечно же глазки, куда без них. Вот, и, соответственно, скорее всего нам еще понадобится улыбочка, потому что зачем нам грустная гусеница, нам нужна веселая. Ну, и, соответственно, на другой гусенице мы делаем примерно то же самое, чтобы они у нас обе были веселые и не грустили. Вот таким образом. Для этого нам был нужен черный маркер. Я еще вот сделала такую окантовочку, да, картону, чтобы он был немножко повеселее, но это не обязательно. Теперь мы берем шнурок. И почему у нас две карточки, сразу объясню. Одна карточка ваша, вы на ней будете ребенку показывать задание. Вторая карточка ребенка. Ребенок будет пользоваться одной карточкой, вы будете пользоваться другой. Поэтому все, что нужно для одной карточки, пригодится и для второй. То есть шнурок будет и у второй карточки. Шнурок я не приклеивала. Можно его приклеить под голову, гусеницы сразу закрепить. Я не приклеивала, но это мне не помешает, например, сделать вот так, да, чтобы как-то зафиксировать верхнюю часть шнурка, которая примыкает к голове. А вот этим кончиком, да, шнурка мы с вами будем свободно варьировать. Для чего он нужен и что мы вообще будем с ним делать и какое задание будем давать ребенку. Здесь мы будем у ребенка развивать умение действовать по образцу в первую очередь, да. Затем наглядное мышление, то есть он будет смотреть, анализировать и повторять за вами те действия, которые делаете вы. А точнее те изображения, которые изображаете вы. То есть шнурок нам нужен для того, чтобы изображать на карточке на нашей какие-либо фигуры. То есть мы ребенку говорим, сейчас гусеничка будет шевелить своим хвостом, а тебе нужно будет внимательно посмотреть, в какой позе она замрет и изобразить ту же самую позу на своей карточке. Например, мы делаем вот так, да, то есть мы показываем ребенку, что шнурок уходит вверх и делает вот такую вот петлю сверху, да. Ребенок должен проанализировать, что сделали мы, проанализировать, как выглядит в данный момент картинка, каким образом такая картинка, да, получилась из шнурка, который был прямой, и попробовать сделать то же самое со своей карточкой. У нас получается примерно одно и то же. Дальше, например, мы можем ребенку показать вот такую вот волну, да, ну, чуть-чуть усложнять какие-то фигуры. Здесь у нас две петли, ребенок повторяет за вами и делает примерно то же самое. Я думаю, что смысл игры понятен. Для начала можно ребенку, как всегда мы идем с вами от простого к сложному, показывать просто, чтобы он освоился, да, какие-то легкие фигуры. То есть изначально мы можем просто попросить вот так вот сделать, да, вот так вот, вот у нас вот так на образце. Ребенок делает то же самое. Потом, например, мы просто хвостик вот петелькой, да, загнули. Потом вот мы делаем более сложные фигуры. Можно изображать какие-то загигулины различного плана, да, чтобы там, допустим, петли какие-то, кружочки, чтобы ребенку было сложнее. И чтобы он уже пытался каким-то образом более внимательно, опять же, внимательность тут тоже развивается, следить за движениями ваших рук, чтобы потом справиться успешно с заданием. То есть вот таким образом мы действуем. Вы видите, да, что шнурок идеально ложится, он никуда не гнется, он не требует больших усилий, чтобы его загнуть и сложить в определенную позу. Поэтому я еще раз говорю, что шнурок подходит для этого. Задание для этой игры идеально. Вот такая у нас веселая гусеница с большим потенциалом. То есть мы с вами вроде бы не сделали ничего сложного, а при этом мы сделали с вами очень классную развивающую игру. Очень классную, очень многое развивающую у ребенка. И при этом она еще и веселая. То есть такая вот веселая гусеница заставит улыбнуться вашего ребенка 100%. И как можно еще, допустим, эту игру использовать? Мы можем сначала показывать сами задания, а затем поменяться с ребенком местами. Дети очень любят меняться с родителями местами, очень любят брать на себя роль учителя. Поэтому я думаю, что вам не составит труда повторять за ребенком его задания после того, как он справится с этим сам. Вот такая у нас с вами получилась игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы всегда очень рады вашим идеям в комментариях и различным модификациям наших игр. Поэтому очень от вас этого ждем всегда. А на этом у меня сегодня все. Пока-пока. 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 О帖.